Сегодня мы переходим к работе с не с одним волонтёром, а с группой как целая. И у меня такой провокационный вопрос. Вот как вы думаете, как вы предполагаете, где рождается группа волонтёрская как целая? Где место? А вот мне кажется, что нет. Мне кажется, что может быть как бы сборище людей, которые ходят в одно место и не чувствуют себя группой. Видела ситуацию, когда все работают на одну задачу, и при этом группы нет. С чего началась идея? Чей пейте? Где родилась вот эта идея, что это нужно? С какого? С координатора. Место рождения группы как целого и, в общем-то, больше часто место жительства группы как целого. Это голова координатора, ну и сердце координатора. То есть если координатор видит, что это не сборище волонтёров, да, и не отдельные вот люди, а это группа моя, вот такой категории мыслит, то, скорее всего, то, что он будет делать, будет создавать группу как целая. То есть если для координатора в голове этой опции нету, а если волонтёры, которые сегодня эти пришли, завтра те пришли, а послезавтра из другого фонда, а вот такого вот моя группа представления нету, то группа, скорее всего, не сложится. Поэтому точка-точка рождения группы – это ваша голова. А вот скажите, пожалуйста, мы сейчас шли от волонтёра, да, от призыва, собеседования. Где волонтёр впервые сталкивается с реальностью, что группа – это некоторое целое? Когда он впервые с этим сталкивается, если до посещения говорить? На собеседовании. Каким образом координатор на собеседовании транслирует новичку, что он в группу попадает? Рассказывает о правилах группы. Так, ещё. Можно рассказать об участниках? Это хороший ход. Если группа маленькая, то можно новичку представить всех остальных. Если группа большая, так, к сожалению, просто не получится. А если координатор говорит «мы»? Спасибо большое. Координатор говорит «мы». Это самое основное. У нас принято, там, наши правила, мы так действуем, с этим мы сталкивались, с этим мы не сталкивались. Координатор говорит «мы», и волонтёр сразу становится, чувствует, что он попадает в «мы». Вот, если этого координатора, этого слова не употребляет, он может даже давать правила группы, а ощущение у волонтёра всё равно не сложится, что это будет. Дальше попадание в чат. Каким образом волонтёр может в чат, ну, как вводим новичка в чат? Какие есть варианты? Добро пожаловать, познакомиться с нами. Есть два варианта. Есть просто молча вводим, а есть представляем. Некоторые представляют после того, как волонтёр первый раз ходил. Здесь сложный момент, потому что, смотрите, вы прособеседовали волонтёра, дальше в нынешних реалиях что происходит? Кто тут ходит? Товарищи, я вот сейчас вас пригласила на стажировку. Что произойдёт перед тем, как я вас пригласила, и вы пойдёте в группу на стажировку? ПЦР-тест. ПЦР-тест! Ну, сейчас реалии таковы, что вы проводите собеседование с новичком, и вы ему говорите, дорогой друг, мы очень рады будем тебя, ты прошёл собеседование, мы будем рады видеть тебя членом нашей команды. Пожалуйста, ПЦР каждые две недели, или справку о прививках об обоих, или высокий титер-антител, а ещё флюорографию, пожалуйста, и справку о коре и краснухе. Ничего, это реальность, это... Или справку о контактах, но это минимальный список, слушайте, бывает список гораздо больше. У вас есть вот эта вот дыра. Поэтому это вопрос, когда человека в чат включать? Когда он прошёл собеседование? Или он когда сделал справки и принёс? Вот некоторые делают так, некоторые делают так. Есть свой плюс, есть свой минус. В чат добавляется справка? Ну, что происходит, если вы вписали, человека включили в чат до того, как он принёс справки? Ну, если онлайн-группа, то он, наверное, может быть. Онлайн, да. Онлайн, да, если онлайн, то справки не требуются, это сразу. Если, да, замечательно, вы включили в чат человека, который ещё не сделал справки, плюсы-минусы. Человек может отказаться, потому что, когда просчитать, сколько всего это надо сделать, и потом, это оно мне надо. Человек может отказаться, а у вас в чате лишние люди, грубо говоря, и все уже настроились, что новый человек, а его нету. Это минус, плюс. Но он смотрит следующие новости и понимает, что не, я всё-таки сделаю справку. Плюс в том, что он чувствует уже причастность к группе, и у него мотивации сделать справку будет больше. Как ещё можно повлиять, поддержать человека, который ушёл от вас в плавание по такому квесту «Сделай справку», пять справок? Можно помочь рассказать свой опыт в получении справок? Можно рассказать… Можно подробно показать свой опыт в получении справок? Маршрутизация. Это разные вещи. Есть маршрутизация, да. Вот лучше всего есть такой вот… Проще всего вот это делать там, вот это, там, вот это. Там и хорошо, если у координатора есть, что вот кори, она, либо вы идёте в поликлинику и просите в вашу детскую, и делаете выписку, либо вы идёте там в гемотест, стоит столько-то, значения такие-то, это облегчает жизнь. Или поделиться, каково это самому было, или наоборот, ну, как-то предложить, поделиться, например, встречу группы, устроить такой онлайн. Кто, как этот квест проходит, да, кто на какой стадии, кто… Ну, это же напряжно, да, это вот… Это месяц где-то, вы ходите, вы занимаете ту очередь, вы приходите, вас там, говорят, перенесли чего-то, ну, в общем, это очень эмоционально напряжно, вот как ещё можно сопровождать волонтёра вот в этой части, когда он ещё не ваш, но уже что-то делает или не делает? Можно позвать на встречу с группой, можно даже, наверное, позвать на встречу после посещения, если он готов к этому приехать, в кафе посидеть, рассказать, как и что, да. Да, да. Ну, в учреждении мы его не можем привезти, на встречу группы мы его можем привезти, да. Просто писать ему, спрашивать, как дела. Спрашивать, как дела. А сейчас что? А вот это уже сделал, класс, какой молодец. Тут тоже надо смотреть, чтобы… Допустим, у нас 100% новичков. Есть из них примерно половина, которая говорит, «Подождите, прививки? Никогда!» Всё. И пока они не переболеют… Ну, прививки никогда, я ПЦР тоже не буду делать, потому что это сложно. И пока этот человек не переболел и не выработал антитела, он волонтёром очно быть не может, и ему можно посоветовать пойти волонтёром онлайн. Вот. Из оставшихся половин тех, которые говорят, «Да, я попробую», есть те, которые даже без вашего участия всё равно сделают, хорошо мотивированные люди. Вот. В них можно не вкладываться, они всё равно всё сделают. А вот это как-то процентов 10. А ещё есть там 40%, которые, благодаря вашему участию, вероятность того, что они сделают, повысится. Ну, тоже не до 100, да? Поэтому тут надо смотреть, сколько вы готовы усилий вкладывать, насколько вам нужно, чтобы эти люди были с вами, да? Вот. Насколько вы готовы вкладываться в то, чтобы, понимая, что, ну, не все усилия окупятся ваши, но процент будет выше. Вот. И, наконец, человек всё сделал. И тут он может прийти и понять, его это или не его. Мы рекомендуем сначала… У нас есть такой способ работы с группой, называется «статусы». Это некоторые, ну, что-то, что вы сами присваиваете волонтёру с понятными условиями и понятным переходом из одного в другое. Первый статус – это, соответственно, стажёр. Стажёр – это волонтёр, который, ну, почти ничего не обязан, грубо говоря. У него есть право ходить и смотреть, да? У него есть право в конце срока стажёра сказать, нет, это не моё, без всяких вообще проблем. Вот. И у вас есть право после срока стажёра сказать, дорогой, мы не сработаемся, к сожалению. Вот. Но вы не будете его отправлять одного, вы не будете ему поручать проводить мероприятия, я вас очень прошу, потому что бывают активные волонтёры, они пришли и говорят, я вот прекрасно умею что-то проводить, я вот давайте вам на следующее посещение, я вам сделаю. Говорите, нет, дорогой, вот там срок три раза, да, там, три раза в течение месяца. Вот ты посмотри, после этого чего-нибудь сделаешь. Вот. И если человек этот срок, и он ранее обковарён, да, переход волонтёра происходит, когда вы четыре раза посетили, да, ну, в течение, там, двух месяцев вы четыре раза посетили. У всех, кстати, разные критерии. Кто-то переводит волонтёры, если вы что-то готовы, вот уже готовы что-то придумывать. Ну, есть координаторы, которые не могут придумывать, говорят, вот, мне важно, чтобы волонтёры моей группы были креативные. Если ты вот включишься и начнёшь что-то придумывать, ты станешь волонтёром, а так, то так и будешь стажёром, потому что мои волонтёры, они такие. Вот. У кого-то очень жуткие критерии по сообщению. Если вы не сообщаете, приходите вы или нет, то вы, как бы, из стажёров, дальше не двигайтесь, потому что я не могу работать с людьми, которые о себе не сообщают. То есть дальше есть некоторые ваши критерии перевода в волонтёры. Человек ходит. Волонтёр – это человек, стажёр – это человек, который предупреждает каждый раз, придёт он или нет. Волонтёр – это человек, который по определению придёт, а если не придёт, он сообщает. То есть волонтёр – это тот, на кого координатор опирается. Иногда вот просишь координатора, он говорит, что же получается, у меня там 25 человек в состав группы, а я всё время хожу один, я говорю, сядь, распиши у кого какой статус. Ну да, а тех, кто регулярно ходящий, в ком я уверен, что они придут, если не на эту неделю, на следующую, 3 человека. Значит, у тебя волонтёрская группа – 3 человека, хотя списочный состав – 25. Вот. И это те люди, которые разделяют с координатором ответственности. Дальше вот срок такого ответственного волонтёрства, он чаще всего, ну, как-то награничен, там, когда-то кончается. И человек либо совсем уходит, либо он не хочет уходить из группы, но обстоятельства ему уже, ну, или внутренние, или внешние, не позволяют ходить регулярно по определению. Мы рекомендуем присваивать статус гостя. Такой статус «Я тебя не жду», но каждый раз, если ты придёшь, это будет радость. Это будет праздник и дополнительный подарок. Но обязанностей прийти каждый раз у тебя нет. Я на тебя не рассчитываю, потому что я понимаю, что ты гость группы. Вот. Ну и есть статус «Правая рука». Это человек, который делает всё, когда нету координатора. Вот. Это такие наши первые инструменты по работе с группой. А сейчас я вот предлагаю родить несколько групп. Я говорю, место рождения группы – это голова координатора. Сейчас хочу присутствовать при рождении. Представьте себе, вот есть ваша группа. Придумайте, пожалуйста, метафору. Ваша группа – это что или кто. Рисовать не надо, у нас сейчас не очень много времени. А вот что это такое, на что это похоже. И можно прямо записать. В рамках этой метафоры «Вы кто?» Вот вы поняли, кто такая ваша группа. Вы кто? Процесс введения новичка в группу в вашей метафоре, как будет звучать, это что? Когда кто-то новый становится частью группы. Теперь мне самой очень интересно. Процесс получения справок волонтерам до вступления в группу в рамках вашей метафоры – это что? И последний вопрос. Вы вместе с группой решили разработать, провести какое-то мероприятие. В рамках вашей метафоры – это что такое? Ваша группа разрабатывает и проводит какое-нибудь особое мероприятие. То есть что-то происходит? Так. У меня метафора «Маленький оркестр». Так. Группа «Маленький оркестр». «Дирижер». «Координатор-дирижер». «Когда приходит новичок, это репетиция, видимо, с новичком». Ага, репетиция с новичком. А то, что вот это его справка ковидная, это, видимо, настройка его собственного инструмента. «Инструмента». «Добыча и настройка инструмента». «Настройка инструмента». «Ну, вообще купил инструмент, если у него нет». «И результат – концерт». «Ага». «Такой вот мероприятие, концерт». «Прекрасно, спасибо». «Так». «Оркестр родился». «Алина». «Облачко». «Группа «Облачко». «Ага». «И группа может разразиться дождиком». «Да». «Ну, таким хорошим». «Угу». «Так, Оксана». «Класс». «Моя группа – это механические напольные часы». «Механические напольные часы группа». «Координатор». «Координатор – это железный корпус, который держит именно шестеренки, то есть не носа». «В общем, корпус механизма, да». «Да». «Новый, получается, человек – это дополнительная шестеренка, которая улучшает». «Так, и как вы вписываете дополнительную шестеренку?» «Вот. Справки – это, наверное, шлифовка этих шестеренок. «Маск». «Именно шлифовка, вписывание». «То есть, чтобы вписаться в этот механизм, шестеренки должны быть правильным образом подогнаны под…» «Вот. Ну и мероприятие. У меня Новый год». «Отбивается Новый год». «Смотрите, да, сразу понятно, что разные образы, разные группы и по-разному, и волонтерам по-разному входятся, и ожидания от них разные, да, и критерии на вход тоже разные, да, вот. «И это действительно, вот ваши группы, они могут быть разные». «Ну, в облачко попасть проще, чем в часовой механизм, явно, но и отпасть проще. А если ты уже встроен в часовой механизм или уже ты играешь в оркестре, выпасть сложнее. Вот. Но попасть…» «Тут еще обычно в оркестр бывает не собеседование, как она называется, конкурс, прослушивание. Да. Есть у кого-то еще какие-то метафоры, которым хочется поделиться?» «Свежий ветер». «По метафоре у вас место волонтера в группе, он сам достает, себе добывает, вы ему определяете, у него, как бы, вот, вы его встраиваете, если в механизм или в оркестр, да, или вы даете там кусочек, а он строится, и дальше его ответственность, какой он там дом построит, в таком же будет. Или как облако, он может вообще, или ветер, он может зайти, выйти, там определенного места нету. У нас будут три группы. Значит, у нас будет группа в ДДИ, детском доме-интернате, старшая группа, там с 12 до 18, дети, они говорят, ходят с некоторой задержкой в развитии, да, сироты, соответственно, живут в этом доме-интернате все время. У нас будет группа в Доме престарелых, старички и старушки, которые под закат жизни живут там. У нас будет группа в детской больнице, это не острое отделение, а какая-нибудь, ну, какая-нибудь, не педиатрия, но какая-нибудь там, в общем, хроники, ребята, хроники. Ну, давайте, моя любимая нефрология, да, со всех концов России, приехавшие регулярно, приезжающие, лежащие в больнице. Все, три, да, три группы. Вам сейчас надо будет распределиться по этим трем группам. Если в одной группе, вы понимаете, да, что вы можете исходить из своего интереса, можете, то, что вы знаете, может быть, то, с чем вы хотите познакомиться. Сейчас не особо будет, на самом деле, роль играть, кто будут ваши подопечные. И имейте в виду, что если группа будет слишком большая, то работать в ней будет сложнее. Вот, поэтому старайтесь как-то распределиться. Здесь собираются те, кто идут в ДДИ. Здесь собираются те, кто идут в Дом престарелых, а здесь те, кто идут в детскую больницу. Листочек, бумаги и ручку. И каждый записывает, как я понял, что я буду делать. Все свои конкретные действия. На этапе подготовки, на этапе проведения, как я понял, что я делаю. Без обсуждения каждый себе это пишет. Координатор пишет себе на листочек, что было сложно в работе с группой, что удалось, наверное, на взгляд координатора. Сейчас у нас есть 10 минут, чтобы отработать на одну из двух задач координатора. У каждого координатора были две задачи. Задача первая – это чтобы мероприятие случилось. Сейчас я попрошу в группе каждого по очереди прочитать свой листочек. И дальше группа вместе с координатором и модератором смотрит, все, что сделал каждый волонтер в совокупности, позволяет провести мероприятие. Или у нас какие-то дыры остались, или непонятки. Какие задачи закрыты волонтерами, а какие остались неучтенные или нераспределенные. И сейчас пора переходить ко второй части. Насколько волонтеры чувствовали себя включенными, насколько была понятна востребованность каждого, и какими способами координатор этого добивался, какими способами работы с группой волонтер включался. А что, может быть, наоборот, волонтеры включало, чего бы хотелось еще добавить. Ну что, друзья, времени не так много. Мы пишем общие рекомендации координатору, разрабатывающему мероприятие с группой. И начнем с рекомендаций группы больничного служения. Пожалуйста, прошу кого-то из группы выйти сюда и зачитать ваши рекомендации. Итак, я по пунктам говорю, какие мне рекомендации дали ребята. Итак, вначале мне дали такую рекомендацию, что с самого начала, перед тем, как мероприятие провести, небольшую мотивационную часть дать. У нас это случилось, можно сказать, по запросу ребят, и где-то в середине. Вот ребят сказали, неплохо было бы вначале. То есть, кто подопечный, что мы делаем и, главное, зачем мы это делаем. Также ребятам бы понравилось, если бы какие-то я личные примеры привела. Например, мы пойдем в группу, в такое-то отделение, там, например, лежит такой-то мальчик, столько-то лежит, такая-то история. То есть, какую-то личную историю вот о детях, скажем так, кейс какой-то. Так, а затем ребятам вот понравилось бы, если бы я больше включала их именно, скажем так, в обсуждение мероприятия. Ну, то есть, ну, у нас по задаче было уже запланировано определенное мероприятие, но в целом вот ребята высказали желание участвовать в разработке мероприятия. То есть, мы учли какие-то предложения на будущее. Как это координатор может сделать? Каким образом? Ну, да, включить. Ну, на самом деле, опрашивать. Чего спрашивали? Чего спросить? Ну, чего бы вы хотели, в чем бы вы хотели поучаствовать, что вам интересно, грубо говоря, да? Интересы волонтеров учесть при подготовке мероприятия. Вот. Ну, соответственно, роли у нас там были более-менее у всех одинаковые, поэтому здесь, наверное, ничего так. Так, значит, также было пожелание, значит, возможно, не слишком серьезно, то есть, побольше улыбаться, наверное, побольше позитива и, да-да-да, побольше улыбаться. Так, также было, значит, у меня, ну, это лично такая, видимо, рекомендация мне, что я иногда много говорю. Да, возможно, да, возможно, побольше слушать, ну, то есть, вот, что иногда моей речи много, и что можно было бы там покороче говорить. То есть, у координатора есть такой инструмент, как молчать, слушать и улыбаться. И иногда его можно использовать, иногда он хорошо тоже работает. Да, да. И последнее, вот, общее, групповое такое, что спросить, возможно, каждого из волонтеров, да, а в чем твой интерес, конкретно каждого человека, чтобы лучше понять мотивацию каждого, соответственно, волонтера и... Нет, не совсем. Нет, тут собрать, в принципе, ну, как бы, чего бы вы хотели провести. А тут, да, именно в чем интерес прихода именно, например, в больницу, да, именно к таким подопечным. Ну, вот, пожалуй... А из того, что не тебе говорили, а ты сама уже сделала, можешь какие-то рекомендации, как человек сейчас побывавший, что ты сделала, это было хорошо, правильно, и надо так делать? Из того, что я сделала? Да. Все четко. А мне рассказала прям по... Ну, вот, наверное, ребята удалось сказать. Иметь план, да. Что еще из того, что делала Алина, и это, ну, сработало? Ну, вы говорили, что это не пойдет, может быть, это мероприятие, но она нам объясняла, почему оно пойдет. Объяснять. Спасибо большое, группа Алина. Рекомендация к координатору. Страшно, но ты делай, это возможно, страшно, но возможно. Дорогие, дорогие мои старики. Так, именно как координатор мне посоветовали делегировать обязанности. Не делать все самой. Да. Также быть четкой, то есть я должна четко сказать, для чего мы собрались, что мы будем делать, сколько это времени займет. А также распределить обязанности по волонтерам. Не бояться эти распределять обязанности. Также держать в голове четкую схему и предварительный тайминг, чтобы был. И алгоритм, и последовательность действий. Что за чем следует? Прямо у координатора? Ну, скажем так, держать это в голове. Ну, не в голове, но понимать. Иметь общий, да. То есть, допустим, три часа, и за эти три часа нужно сделать, допустим, работу определить. То есть, когда волонтеров разгросят, что мы еще это, еще это сделаем. То есть, у координатора должно быть, что у нас всего три часа, столько-то всего подопечных, столько-то, ну, как-то там, такое реальности. До конца дорабатывать идеи, уделять внимание мелочам. То есть, а, очень мне понравилось, Екатерина посоветовала, чтобы всегда был план «Б». Так как нам нужно было мастер-класс проводить, и туда входила прогулка на улице, это была осень. Вот, и если бы начал дождь, начался дождь, что бы мы делали в этой ситуации? То есть, проработать план «Б». Всегда иметь план «Б». Пожалуйста, да, возьмите будущий координатор на заметку. Что бы вы ни делали, всегда имейте план «Б». Также фотоотчет продумать, что можно фотографировать, что нельзя, заранее договориться. Больше уделять внимание волонтерам, не уходить от темы, то есть, не распыляться. Да, не распыляться, даже если тебя распыляют. Держаться цели группы, Николай посоветовал. И идти от инициативы группы, тоже Николай посоветовал. Также обязательно в конце, ну, или спросить в конце разговора, есть ли какие вопросы у волонтеров. Или же можно в чате прописать в ходе нашей группы, там, будем делать то-то и то-то. Лучше в конце спросить, прямо сейчас, потому что в чат не напишут, уже забыли. А прямо, какие еще остались вопросы, что еще осталось непонятным. Это, кстати, сразу даст возможности тому, кто... Ну, в общем, да, спросить в конце. Спасибо. Какие остались вопросы? А еще была такая рекомендация, все инициативу как бы собрать, записать, сказать здорово. Мы их когда-нибудь поплатим, просто сейчас мы идем пока в одну. Когда предлагают, вот там было, да, спросить, какие интересы. Интересов много, а провести вы можете только одно. Но все интересы записать, поблагодарить и как бы... Я бы даже в чат выложила, потому что если в копилочку, это будет опять ваша ответственность, чтобы это провело. А здесь сразу в чат, чтобы все помнили, чего все хотят. А то опять координатор, отвечай. Чтобы помнить, кто чего захотел. Нет уж, не. Спасибо. Саша. С почином. Группа, детский дом, интернат. Ваши рекомендации? Значит, рекомендации у нас были следующие. Настроиться на группу. Что значит настроиться на группу? Мы рассмотрели там три варианта. Допустим, если группа, если мы всех знаем, то мы просто общаемся из серии, как дела, у кого что произошло за последнее время. Если группа незнакомая, разношерстная, мы знакомимся. Каждый немножечко в двух словах рассказывает о себе. Координатор обязательно рассказывает тоже о себе. Если в группе появляется эта третья группа, если новичок, то, соответственно, новичок рассказывает о себе. Ну и, в общем-то, и про нас он тоже может послушать. Немножечко, я думаю, будет интересно. Мы знакомимся с новичком, да. Это перед тем, как начать разработку для настройки на группу. Да, настройка на группу. Мы так и назвали ее. Во-первых, употреблять термин «предлагать». То есть не говорить о том, что и так у нас там назначено мероприятие, будем сейчас его реализовывать. Предлагать использовать местоимение «мы». Обязательно выяснить, кто-то очень хорошо сказал, суперсилы всех волонтеров. То есть кто что может. Не забывать обращаться ко всем по имени. Благодарить. Обращаться к собственному опыту. Признавать существование проблемы и пытаться решить ее. Не замазывать. Брать ответственность на себя в каком плане. То есть если волонтер что-то не может сделать, значит я координатор это сделаю. Волонтера от этого будет спокойней. Учитывать специфику людей, которые у тебя в группе. То есть если, например, есть тихоня, то надо обязательно к нему проявить побольше внимания. Ну и, соответственно, там масса вариантов может быть. И уметь слушать и давать, проявлять инициативу. Все сказал. Уметь слушать волонтера не перебивая. Между прочим, очень сложная навыка для координатора. Удерживать конструктивность беседы. Возвращаться к тому. Ради чего мы забрали. Возвращаться к задаче. Координатор в нашей группе продемонстрировала, что это действительно возможно. Одновременно ты создаешь пространство, где виден каждый, к каждому обращаются по имени. И сначала знакомятся или спрашивают, как дела. И одновременно при этом удерживается задача. Это такое мастерство. Но вот оба полюса, как поставлены были координатором задачи, разработать мероприятие, чтобы его можно было провести. И при этом, чтобы волонтеры чувствовали все включенными. И вот это двойная задача. Вот создавать пространство, где каждый, с каждым по имени идеи поддерживаются, возражения объясняются или принимаются. Но при этом мы все время возвращаемся к тому, что мы решаем задачу, а не просто хорошо общаемся. Я благодарю за предоставленный пример.